запеченная индейка украсит любой праздничный стол готовить ее несложно сейчас я вам покажу как и добрый день меня зовут владимир ахлов шеф-пор ресторана вилла паста сегодня готовим индейку целиком лучше все подобрать индейку размер от 3 до 5 килограмм мясо здесь более нежнее для начала сделаем маринад мариновать будем от суток до 3 для этого понадобится вода что режем более специи для маринада понадобится кориандр сальковый перец душистый перец розовый гвоздика соль сахар для более яркого вкуса специи будем прогревать что больше раз носа аромат специи специи нужно прогревать течение минуты также мы добавляем свежий тимьян теплую воду добавляем чеснок специи сольца также маринад еще добавляем цитрус цедру апельсина на на идейку два апельсина маринат доводим до кипения готовый маринат остывший помещаем индейки если индейка пришла с шеи шею отрезаем шею также можно использовать положив ее вовнутрь можно не использовать оставить на бульон индейку маринуем от одного до трех дней делаем ароматное масло для того чтобы индейка была по аромате и посадь посочнее значит для этого нам понадобится сливочное масло на нашу индейку где-то грамм 400 масло должно быть мягким с моего разомнем пока она подтаивает маслом и добавим зодору лимона также мята петрушка мускат нарез пара шифу . копченой паприки чайный ложь соль и перец все это тщательно перемешиваем вкус все разошлись после того как перемешали сделали однородное масло с правыми специями убираем в холодильник масло должно подостыть для того чтобы во время смазывания мяса индейки она у нас не поплыло то у нас остывает масло делаем начинку из каштанов лук красный чеснок и петрушку лук нарезаем крупными зубчиками и пополам каштан обжариваем на оливковом масле каштаны лучше все обжарить они больше раскрывают свой вкус в обжаренные каштаны добавляем нарезанный лук соль перец лук обжарен до полу готовности чеснок все обжарили выключаем для пикантности добавляем бальзамический уксус черерач чайную ложечку и резаную петрушку и так прошло у нас три дня с того момента когда мы замариновали индейку достаем ее и начинаем отделять кожу от мяса самое главное в этот момент не порвать кожу чтобы у нас из подкожи не выделялась не вы не выходило масло теперь добавляем наше ароматное масло масло не жалеем грудка пропитается будет сочнее смазанную идейку убираем в холодильник минут на 15 чтобы масло остыло схватилось когда мы будем ее набивать масло не поплыло пока у нас оставала начинка подостыла индейка то есть масло у нас не плывет начинаем набивать индейку во время приготовления индейка становится меньше чтобы у нас не порвалось ничего плотно не набиваем сейчас индейку зашиваем берем зубочистки спашки иголку с ниткой что есть под рукой что есть дома или не дома и здесь тоже самое повторяем на противень нарезаем лук красный также апельсин это для того чтобы положить индейку на овощи с цитрусами чтобы она у нас не пригорела кладем индейку на овощи с цитрусами крылья заправляем я немножко цитруса в крыше добавлю все запечатали и ставим запекать на 2 часа 360 градусов пока у нас индейка запекается делаем глазурь глазурь делаем для того чтобы у нас была красивая румяная корочка хрустела была насыщена разными вкусами в сотейник высыпаем тростниковый сахар прогреваем его ну все появляется у нас карамель сдвигаем берем фреш сито и процеживаем закипело уменьшаем огонь снимаем пену добавляем соевый соус имбирь и на медленном огне варим 20 минут прошло 3 часа надо открыть посмотреть на какой стадии готовности у нас индейка сейчас проверим посмотрим что у нас получается в принципе неплохо я уже вижу сейчас готовую глазурь цедим до нанесения глазури пропитываем индейку соком сейчас наносим первый слой глазури ставим минут на 15 через 15 минут мы опять вытащим и опять нанесем глазурь это будем повторять два раза пять минут у нас осталось сливаем сок не до конца ставшись у нас каштан добавляем в противень и будем прогревать вместе с индейкой чтобы каштанчик был посочнее и обратно на пять минут пять минут пять минут сок процедили далее снимаем жир лишний оставляем только сок можно сказать по-другому бульон из-под индейки все сняли теперь сейчас доводим до кипения и упарим его в половину опять же снимает с него лишний жир вкус давайте посмотрим что у нас получилось и поливаем соусом и все подпишем с по-другому бульон и в и